Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей, первый сервер. Не забывайте вводить Моник Преистрации, Моник Кирилл Путболови, если вводите Моник, прокачаясь с третьего уровня, я получу 250 тысяч, и 150 тысяч я дам вам, поэтому пацаны обязательно вводите Моник Преистрации. Ну что ж, сегодня с новой серией, вы набрали на данный момент почти там 70 лайков на видосе, поэтому я сейчас наперёд записываю серию с вебкой, поэтому пацаны лайк поставили, подпишитесь на канал, и давайте набираем на этой серии тоже 100 лайков, и следующая серия тоже будет с вебкой. Давайте, пацаны, покажите свою активность, и я всегда буду с вебкой снимать, если вы, конечно, этого хотите. И сразу вас предупреждаю то, что, когда я снимаю с вебкой, пацаны, монтажа не так уж и много, я думаю, вы заметили, потому что, ну, как бы вебка, и, ну, трудно монтировать, что-то, какие-то эффекты делать, когда, короче, вебка. Поэтому, пацаны, с вебкой будет минимум монтажа, но пишите в комментариях, как лучше, когда много монтажа, но без вебки, или когда мало монтажа, но с вебкой, пишите об этом в комментариях. Сегодня, пацаны, я решил, короче, немножко поиспытывать удачу, но немножко необычно. Я буду ездить, как вы знаете, на родине, в принципе, есть такие мусорки, и много кто туда выкидывает разные такие плюшки, там, аксессуары, там, что там еще есть. Может быть, даже рулетки, там, и так далее. Поэтому сегодня мы пошаримся, посмотрим, может быть, что-то хорошее найдем. Я сейчас направляюсь, скорее всего, в город Южный, там есть мусорки, и будем, короче, сегодня шариться. Довольно-таки такая необычная серия, но я надеюсь, что вам она понравится. Всё, пацаны, встретимся уже в Южном. Так, пацаны, я доехал до Южного, здесь есть два мусорника, и наношание, может быть, мне кажется, что-то интересное. Они, тем более, заполнены, вроде бы как. Я, если что, извиняюсь, пацаны, я все еще болею, мне, конечно же, лучше. Я сейчас нос себе закапал, там, лекарством, блядь, такое лекарство противное, пацаны, что, наверное, просто рыгать хочется. Извиняюсь за такое выражение, но это просто пиздец. Так, давайте посмотрим, возможно, что-то здесь все-таки есть. Так, покопались мусорки, но чего не нашли. Так, давайте попробуем другой мусорник. Интересно, я один такой дебил, который по мусорникам просто лазит и ищет что-нибудь. Давайте еще раз попробуем. Может, мы все-таки что-то найдем? Может, надо несколько раз нажимать? Я не знаю, типа, как это все работает. Ну, скорее всего, здесь ничего нету. Ну, я помню, в Южном выкидывал много чего интересного, но, скорее всего, это уже забрали, потому что это было около месяца назад. Ладно, здесь ничего нету, поэтому поехали в Южный. Ну, что ж, я, короче, приехал в Южный. Если будут построить шумы, не обращайте внимания, у меня соседи ремонт, сука, делают, поэтому... Могут быть, короче, построенные звуки. Так, давайте посмотрим. Я уже приехал в Южный. Здесь, походу, тоже ничего нету. Блядь, ну, хуёво. Хуёво то, что ничего нету. Давайте сбегаем к тому мусорнику. Возможно, там что-то есть. В принципе. Потому что, реально, я надеюсь на то, что... Ну, что-то должно быть. Люди аж выкидывают это всё мусорку, типа. Это ж нельзя, типа, куда-то выкинуть, только можно мусорку выкинуть. И, типа, блин, я надеюсь на то, что мы что-то найдём. Хотя сейчас она небольшой, блин. Может быть, это надо было вечером делать. Я просто не знаю, типа, если вот выкинул ты какую-то хрень мусорку. Она там постоянно остаётся, пока её кто-то не заберёт. Либо после рестарта, там, это всё пропадает. Я просто об этом не знаю, поэтому, пацаны, давайте всё равно. Поездим, возможно, всё-таки мы что-то найдём. Сейчас в Южном покатаемся, потом поедем, возможно, в Разамас. Либо в Батырево. Здесь много мусорников есть. Вот раз, там ещё впереди. Я помню, в тот мусорник выкидывал много чего годом, потому что мне нужно было место, чтобы купить, я не помню, что. Либо тыкву, либо ещё что-то. Я реально помню, что сюда много чего выкидывал. Но я не знаю, как оно работает. Скорее всего, это всё пропадает. Давайте, ладно, здесь ещё посмотрим. Ну, реально, я хочу что-то найти интересное такое, годное. Я понимаю, что это полный бред, типа, блядь, искать, типа, мусорки. Но, блядь, это прикольно. Я надеюсь, реально то, что вдруг кто-то, знаете, выкинул там золотые рулетки, либо ещё что-то. Ну, это реально возможно. Это реально возможно, типа, ну... Я просто видел на Резоне даже, вот, чуваки там, знаете, ложат специально какие-то годные вещи, чтобы потом мы их находили и люди забирали. Возможно, кто-то сюда тоже что-то кинет, и мы это найдём. Как бы, вот ещё один мусорник. А вот, там ещё один есть, кстати. Так, давайте здесь посмотрим. Блядь, блядь, живу на рублёвке пацаны в Бусаево и лажу в мусорки. Просто идеально, реально классно просто. Так, давайте пошаримся, ещё посмотрим. Возможно, реально что-то найдём. Блин. Я вот не знаю, как бы, люди выкидывают, что-то они выкидывают. Я помню, я выкидывал. Но куда это делось, я не знаю. Может быть, кто-то это нашёл и забрал. Так, я ничего не нашёл. Отлично, там оно ещё во дворе есть, эти мусорки. Их тут много, поэтому... Есть вероятность на то, что всё-таки мы что-то найдём, пацаны. Давайте сбегаем сюда. Короче, так, здесь нихера нету тоже. Блядь, может быть, кто-то уже опередил меня и облазил все мусорки. Такое тоже возможно. Ну да ладно, ладно, тогда поехали, короче, в Батырево. Хотя бы съездим и посмотрим, может быть, что-то там найдём. Пригласи Фому. Хм, интересное кино. Так, давать управление. Пригласить семью, 50. Всё, выбираем. Так, и посмотрим, он примет моё предложение или нет. Всё, он вступил. Всё, побежали, короче. Блядь, просто чувак какой-то реально долбоёб. Он попросил меня принять его в семью. Он за мной гнался, кричал, стой там. Ударил меня, просил его принять в семью. Буквально прошла минута, и он сам ливнул из неё. Просто долбоёб. Вот запомните, этот Джек Апплэ, он долбоёб. Ну серьёзно, ну кто так делает? Пиздец. Я просто не понимаю смысла тогда было просить, чтобы я его принял в семью. Я реально не понимаю просто. Короче, пацаны, я решил заехать в Горель. Как меня заебали эти соседи, блядь. Короче, я решил приехать, получается, в Горель, пацаны, и посмотреть здесь. Потому что здесь много домов, садоводов всяких там и так далее, ну которые садят. И, возможно, здесь что-то есть. Реально надеюсь, что мы хоть что-то сегодня найдём в этих мусорниках. Потому что именно цель этого видео, что-то найти в мусорке, блин, понимаете, интересное хотя бы. Хотя бы что-то я уже готов найти там. Потому что это пиздец. Так, давайте я мотик не буду закрывать, потому что, блядь, я, пацаны, на него сажусь. Так, давайте здесь посмотрим. Здесь тоже пусто. Ну, капец, я не знаю, пацаны, кто шарит, как это работает. Оно пропадает, не пропадает, если туда кто-то что-то ложит. Я просто не понимаю. Давайте посмотрим, может быть, всё-таки есть что-то здесь. В этой Горели. Ну, мне кажется, нет, нихера здесь нету. Видимо, я всё зря это затеял, пацаны, к сожалению. Капец тут машины у них. Мерседес, Р8, Бэхи. А я, блядь, на мультике катаюсь, в мусорке лажу. Ну, нормально, чё. Нормально живём, пацаны. Короче, пацаны, меня в итоге крашло, когда я приехал в Батырево. Но ничего страшного. Сейчас, я думаю, возьму мотоцикл. И ещё покатаемся по некоторым местам. Я реально хочу просто что-то взять и найти, потому что я думал, что я реально что-то найду по-любому. Ну, я был уверен на 100%. В итоге, блядь, я катаюсь. Уже был и в Южном, и в Горели, и ничего не нашёл. А, вот есть одна. Опача. Так, одну я уже нашёл, это хорошо. Это очень даже хорошо, но здесь, скорее всего, ничего нету. Вот давайте я вам покажу, как это всё делается. Даже, вот, например... Сейчас, что-то надо выкинуть, короче. Давайте я вам покажу. Что-то надо выкинуть, что мне тут не нужно. Так, талоны. Вот, яйца есть. Так, яйца, фишки. Шприца. Давайте шприц выкину. Так, выкинуть. Выспешно выбросили предмет. Так, окей. Ага, теперь ищем его здесь. Бля, а как его именно выкинуть в мусорник? Я что-то об этом забыл. Так, вот, допустим, вот тыква есть, да? Так, использовать, передать, выкинуть. Тоже выкидываем, типа. Выспешно выбросили предмет. А как именно в мусорку выкинуть? Я что-то забыл об этом. Ладно, короче, поехали. Не будем углубляться в это. Но, блядь, я помню, что, типа, можно выкидывать в мусорник. Как бы разные предметы. Но, типа, блядь. Я, короче, не знаю, пацаны. Я уже запутался сам. Пацаны, что-то я уже не уверен, что мы что-то найдем. Давайте, я думаю, съездим в Калякино. Если там ничего нету, то будем уже серию заканчивать. Потому что я уже много этих мусорников посмотрел. И там ничего нету почему-то. Я не знаю, в чем проблема. Возможно, просто никто ничего не выкидывает. Поэтому я ничего не нашел. Сейчас, короче, будем искать. Так, давайте попробуем здесь найти что-то. Так, копаются в мусорке. Ничего нету. Отлично просто. Замечательно. Вот этого именно я хотел. Ладно, поехали дальше. Посмотрим. Ну, блин, здесь много садоводов разных. Неужели они ничего не выкидывают в мусорку? Типа, блин. Я не понимаю просто. Я просто не понимаю. Как бы я помню, что я выкидывал много чего в мусорку. Ну, блядь. Я, короче, не знаю, пацаны, что делать. Я реально надеялся на то, что я что-то найду. Я вот на резоне видел видосы, как другие ютуберы выкидывали в мусорку эти вещи. И потом могли их там забрать там и так далее. Я не понимаю, почему здесь так это все не работает. Возможно, здесь какая-то другая система. И я чего-то не понимаю. Но я реально был уверен в том, что я что-то найду. Реально, пацаны. Я был на 100% уверен. Даже на миллион процентов уверен. То, что я реально что-то найду. Хотя бы что-то. Хотя бы, ну, какую-то маленькую хуйню какую-то непонятную. Короче, я думаю, вы поняли. Но в итоге я, пацаны, ничего не нашел. Кто знает, как это работает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, ничего нельзя найти в этих мусорках. Но, типа, в них же рыться можно. По идее, значит, там и можно что-то найти. Это логично. Все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Играйте вместе со мной, пацаны, на родине. Все есть в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok